Последние снегопады смогли обратить на себя внимание. В некоторых частях города движение, несмотря на круглосуточную работу снегоуборочной техники и соответствующих служб, все еще затруднено. Надвигающаяся оттепель опасна возникновением гололеда. Но есть и еще проблема, которой пока активно не занимаются. Как пел Вячеслав Бутузов, а ты живешь и не знаешь, что над нами килограммы воды. Многие ульяновские дома все еще обладают достаточно большой теплопотерей, отчего снег на крышах даже в мороз тает и образуются сосульки, которые многие управляющие компании пока не заметили. На Риманово 58-2 этот дом совсем недавно был отремонтирован по программе капитального ремонта. Однако, как видим, этот дом сделали достаточно плохо, ведь теплопотери на нем просто огромные, раз висят такие сосульки. Следует отметить, что о проблеме знают в городской администрации и стараются озадачить соответственные службы. Вот только не всегда это получается. В Ульяновске тысячи домов, которые обслуживают более 200 управляющих компаний. Эффективно отследить работу каждой сложно. Однако, как любят говорить чиновники, работа ведется. Данный вопрос находится на контроле в администрации города, на особом контроле в управлении ЖКХ и благоустройства. Управляющими организациями проводится очистка кровель от снега и наледи в соответствии с утвержденными графиками. Данные графики корректируются в связи с изменениями погодных условий. То есть на сегодняшний день очищены 558 крыш многоквартирных домов. Естественно, не все крыши еще почищены. Недавно расчищенный асфальт теперь снова заполняют снегом. Только теперь сброшенным с крыш. Нет никакого сомнения, что снег, сброшенный на улицу Гончарова, исчезнет. А вот исчезнет ли опасность для пешеходов и припаркованных автомобилей – вопрос. Сами люди, хоть и побаиваются ходить по тротуару, тем не менее вынуждены подвергать себя опасности. Девушка, скажите, вот такие сосульки страшно ходить вообще? Да, очень. Очень мешают. Естественно, страшно. Но не в наших это силах. Надо у властей спрашивать, где наши дворники и чем они занимаются. Или их дворы чистят, или наши улицы, где ходят простые граждане. Сбрасывать снег с красивых и современных крыш сложно. Его, как и раньше, сбрасывают мужики лопатой. Вот только снаряжение нужно особое. Тренировка – допуск на высотную работу. Да и ответственность за попавший не туда снег или лед особая. Поэтому о своей работе профессионалы знают все. Как и куда разлетаются осколки, как лучше работать. Нам удалось одну из бригад застать на крыше. Ну, сосульки опасны не только для прохожих. Внизу сосульки также опасны для кондиционеров, которые бы установлены жильцами домов или организациями. Сосульки опасны для поликарбонатовых крыш, защитные козырьки при входе в магазины, стоматологии, другие какие-нибудь места. Сосульки также опасны для автомобилей, которые стоят вблизи фасада. Потому что, не дай бог, если идет срывание сосулек, то есть кондиционер или какая-нибудь мачта, антенна спутниковая на фасаде, сосулька может попасть в эту антенну, кондиционер, траектория меняется. И сосулька уже летит в совершенно неожиданные места. Пока работа ведется весьма вальяжно. Однако в выходные сосульки начнут падать. Чиновники проводить штабы. И все же зашевелится гораздо живее, чем сейчас. Хочется надеяться, что в этот раз все обойдется без эксцессов и жертв. Берегите себя и смотрите не только под ноги, но и наверх. Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Управды ТВ.